Музыка Тема нашего сегодняшнего круглого стола это место крымско-татарской интеллектуальной мысли в современном обществе в мире. Как мы пришли к этому? Мы долгое время работаем, изучаем тему перспектив духовно-интеллектуального развития нашего народа. Как я уже говорил неоднократно, любое общество развивается по определенным критериям. Для начала общество и люди, которые живут в этом обществе, должны иметь мечтать, видеть далеко. После этого нужно развивать интеллектуальную мысль, планирование работы и потом уже воплощение этого всего в действие. И с этой точки зрения, как бы в центре всего этого именно интеллектуальная мысль. Мы много говорим о национальной культуре, о национальных танцах, о национальной кухне, но очень мало говорим о национальной интеллектуальной мысли. Такое ощущение, что народ находится в неком таком замкнутом пространстве. И даже если мы говорим о социологии, о психологии, то мы говорим сугубо о крымско-татарских проблемах. Мне кажется, именно в тот момент, когда наши интеллектуалы выйдут из этой яичной скорлупы и начнут говорить о мировых проблемах, о социально-экономических проблемах, о психологии, о общечеловеческих проблемах, именно тогда мы займем свое достойное место в этом мире. И как бы это мероприятие, скажем, один из шагов в этом направлении. В основе круглого стола тема «Интеллектуальная мысль». Мы немножко своеобразно запланировали это мероприятие. Мы сегодня говорим и будем говорить о публицистике, о литературе, об истории, о духовно-интеллектуальной мысли, о нравственности, об экономике, о социально-экономических вопросах и проблемах, о предпринимательстве. Все это вместе и есть развитие интеллектуальной мысли. Потому что развивать общество отдельно в литературе или в психологии, или в экономике невозможно. Только когда все эти специалисты из разных сфер садятся за общий стол переговоров и общаются, рождаются по-настоящему великие мысли. Вот, к примеру, хочу процитировать Николас Талиб. Это известный публицист, философ. В своей книге «Бестселлеры «Черный лебедь» он говорит о феномене Америки и о креативном мышлении в науке. И благодаря своему подходу, когда люди не рассматривают отдельно математику, физику, экономику, кибернетику, все это вместе. И получается, это креативное мышление, синтез наук на грани наук порождает новые бренды, новые идеологии. И не потому ли сегодня самые мощные бренды мировые, будь то Apple, Google, Twitter, Adidas, вот что бы нам в голову ни пришло, это почему-то на Западе получается. Может быть, поэтому. Именно поэтому мы должны идти по этому пути. Развивать науку как отдельную науку невозможно. Ее можно развивать только через призму потребности человека, в культурном состоянии нашего народа. Есть сферы, где мы сегодня бурно развиваемся, допустим. Сказать, что мы полностью находимся в некой стагнации, я бы так не сказал. Конечно, есть сферы, где мы развиваемся. Я еще раз говорю, нам нужно выйти из вот этого замкнутого пространства. Вот я буквально два дня назад провел целый день с Тимуром Пулатом. Это известный писатель, публицист, философ, очень ценимый мной человек. И он сказал очень интересную вещь. По его мнению, наше общество, крымское общество, крымское атакское общество, находится в неком таком психозе или преддверии психоза. Вот у нас руки и ноги скованы, их сковываем мы. Проблемы, 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 они всегда есть. Если мы посмотрим на историю, самые великие достижения в нашем народе, будь то времена Менглиги Рая, это времена войн и становления государственности, будь то времена Исмаила Гаспринского, это очень тяжелые времена, было гораздо сложнее, хуже, чем сейчас. Будь то времена Нумана Челебиджихана, это были сложные времена. Но самое лучшее, что имеет наш народ, было именно сделано в эти дни. Поэтому жаловаться на тяжелую ситуацию, мне кажется, это неконструктивно, да и недостойно сильного образованного человека. Мы должны идти вперед, шагать, двигаться, делать конструктивные шаги. Нужно работать во благо народа, вне политики. Это всегда нужно делать. Что бы было, когда бы было, неважно. Нужно просто работать, делать полезные вещи для общества и для народа. Оно как бы как лего соберется в общую систему. Каждый обязан ее внести по мне. От предпринимателя до ученого, от человека культуры, до искусства, до, скажем, человека сферы сельского хозяйства или бизнеса. Ну, я не хочу предвещать процесс. Есть предложения, которые мы внесем. Но самое главное на сегодняшний день, что мы собрались за общий стол, и мы будем говорить об экономике, о бизнесе, о популяцистике на крымско-татарском языке. Как бы у нас не практиковалось обсуждение социально-гуманитарных проблем на родном языке. И что это сама цель этого мероприятия уже как бы итог. Но кроме этого, есть у нас планы на перспективу, о которых мы будем поэтапно как бы сообщать обществу. Редактор субтитров А.Семкин